Друзья мои дорогие, доброе утро! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кенчана Терми. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Товарищи, смотрите, без пяти шесть утра это вам не как в летнее время, когда в это время уже светло было. Вот вам юг, Южная Европа. Все. Тьма египетская. Сегодня мы с вами едем в Рим. Приехали мои туристы, они же мои подписчики. Смотрите, этот товарищ вам знакомый. Это товарищ хозяина вот этого бара Туретта. Вот, кстати, вот я хочу сказать, вот хозяин бара Туретта, Давиды, он исключительно, просто исключительно российский человек. Поэтому вот, когда у меня приезжают туристы в Кенчано-Терми, вот я отправляю обедать их сюда. Без стейка Фюрентина, то есть флорентийский стейк. Они у него едят, говорят, что очень-очень вкусно. Ну и вот у нас у всех по товарищу. Это вот его товарищ, да? Как вас зовут, скажите? Скажите, как вас зовут, а? Тихо, Люси. Зайка ты, да. Ты такой хороший зайка. Да, ты товарищ Даньки. Данька дома сидит. Данька только-только пришел к утру. Товарищ Данька. Все. Мы его не выпустим сегодня. Он свое отгулял. Вот так вот. Видите, упитанные они все. Но они у нас на свободном выгуле. И вот я когда начинала снимать сюжет, вы видели. Там у нас на фонтане котик черненький сидел. Вот. Так что это все товарищи чьи-то. Смотрите, римское метро. Это чтобы купить билет. Вот такая вот очередь. Стоит. Касса. И там тоже. Это в час пик. Молодцы. Друзья мои дорогие, ну что ж, с Божьей помощью мы с вами добрались до Рима. Сейчас стою, жду туристов. И хотела бы быстренько с одного дубля рассказать вам о том, что произошло. Будем надеяться, что сегодня дождя все-таки не будет. Что произошло на вокзале в городе Кьюзи. Я хочу напомнить, что я проживаю в Кинчану-Терме. И соседний городок, соседняя деревня, как угодно интерпретируете, у нас имеется вокзал. Которым я регулярно пользуюсь для того, чтобы отправиться на работу. Либо в Рим, как сегодня Рим, либо Сиена. И поезд, которым я пользуюсь, Интерсити, он останавливается на вокзале Кьюзи в 7.04. И это четвертый путь. Почему я акцентирую на этом внимание? Четвертый путь, он исключительно для поездов, которые идут с севера на юг. То есть вот этот вот поезд, на котором я приехала, флорентийский. Флоренция-Рим. Стоим, ждем поезд. 7 часов объявления. А те пассажиры, которые стоят на четвертом пути, отойдите подальше от линии безопасности, потому что идет тренуин-транситу. То есть поезд, который не останавливается. Ну, мы делаем шаг назад. Ну и как бы ради любопытства смотрим направо. Потому что поезда с правой стороны приезжают. Нет. Едет супротив. То есть пришлось смотреть налево. С левой стороны видим, что едет очень странный локомотив. Темно-зеленого цвета. И без обознавательных знаков. Потому что, смотрите, у нас все поезда в Италии, они все разного цвета. Вот Интерсити, поезд Интерсити белого цвета. Фрэча, то есть красная стрела красного цвета. Итало бордового цвета. Вот такой поезд обычный, региональный, который опаздывает, который в летнее время сильно воняет. Он зелено-бело-красный. А тут идет... А, еще самое важное. Товарняк. Товарняк. Он темно-коричневого цвета. А тут идет темно-зеленого, без обознавательных знаков. На очень приличной скорости. И наоборот. Наоборот. Странно. И когда он стал проезжать мимо нас, мы обратили внимание, что все вагоны, они были закрыты чехлами. Вот вы представьте, на секунду, есть такие чехлы, которые для чемоданов используются. Для того, чтобы лентой не закручивать чемодан в аэропорту. Значит, есть такие чехлы. Тоже они там с рисунками, с всевозможными чехлами, наилоновые. И вот то же самое было натянуто на каждый вагон. Причем рисунки были очень специфические. Игрушки. Я обратила внимание, что было много мишек, нарисованных мишек. Но не как у бельжи, а нормальные мишки. И шоколадок. Но вот последних два вагона, там чехлы... Чехлы, не знаю, видимо, под воздействием ветра, еще чего-то. Но, в общем, эти чехлы, они стянуты были. И мы поняли, что это военный состав. И он шел на север. И, ну, для меня это очень тяжело переживать. Потому что я понимаю, что это такое. И куда, к чьим границам, то есть к нашим, это все отправляется. Поэтому одно дело... Я понимаю, что любое видео, что любой пересказ, он обедняет, конечно, то, что происходит. Это надо видеть своими собственными глазами. Когда вот на такой огромной скорости несется военный поезд, который закамуфлирован под... И поезд, который перевозит игрушки. Но я понимаю, ради чего это делается спутник. Потому что оттуда же контролируют все перемещения, в том числе на железных дорогах. Особенно в связи с тем, что происходит. Это одно дело, да, когда ты видишь. Но когда не видят твои подписчики. Но я обратила внимание на реакцию итальянцев. Потому что все подумали то же самое, что подумала я. Вот идет военный поезд. Куда он идет? Он идет на север. То есть ему даже его пропустили через тот путь, на котором он не должен находиться. И еще шифруется, что перевозят игрушки. И вот то, что меня очень порадовало, это возмущение. То есть люди, которые стояли на железнодорожных... Ну, на платформе, которые ждали наш поезд римский. То есть многие у нас работают в Риме, встают в 5 часов. Многие работают во Флоренции, встают в 5 часов. Людям урезают... Налоги выше становятся, урезают пенсии. Вот ради вот этих вот игрушечных поездов, так называемых. И вот это возмущение. То есть пока мы там еще минут 5 ждали, когда придет наш флорентийский поезд. То есть такое было возмущение. Вот в чем мы принимаем участие. На что тратятся наши деньги, деньги налогоплательщиков. И мне кажется, что до самого Рима люди, которые сели в Кьюзе, в поезд, они обсуждали только этот вопрос. И очень сильно возмущались. Но впечатление не из легких, я вам хочу сказать. Жду туристов. Сегодня прогуляемся по городу. Как я сказала, будем надеяться, что дождя не будет. Все-таки пошел немножко дождик. В общем, гуляем мы под этим дождиком. Сделали небольшой перерыв с туристами. Ну что ж такое. Опять дождь пошел. Причем такой сильный, придется переждать. Ну что ж, друзья. Все, первый рабочий день с моими туристами закончился. Наши приехали из Соединенных Штатов Америки, из Нью-Йорка. Наши с вами единомышленники. Завтра у нас с ними продолжение. Александр Сергеевич Кушкин. Сергей, Сергио. Тут всегда Мадрид. Он из Мадрида. Смотрите, мой коллега. Александр Сергеевич Кушкин. Когда был в Москве, все говорили, Кушкин. Маверу. Эу-гуали. А? Распутин. Распутин. Распутин и Александр Сергеевич Кушкин. Распутин. Ну что ж, друзья мои дорогие. Вот таким образом прошел сегодня день. Начало было грустным. В связи с этим поездом рассказала всем моим коллегам. И Пушкину из Мадрида тоже рассказала. Ой, как он вспоминал поездку в Москву. Он сопровождающий, работает сопровождающим испаноязычных групп. Что каждый второй меня в Москве и в Санкт-Петербурге останавливал. И говорил, да ты Пушкин. Вот. Так что он увлечен творчеством Александра Сергеевича Кушкина. Другой был Распутин. И вообще еще раз хочу подчеркнуть. Товарищи дорогие мои. Общество. Европейское. Настроено исключительно только в пользу России. Друзья, это не форма речи. Это так. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз.